Здравствуйте друзья, в этом обзоре мы с вами снова поговорим о продукции от бренда Sonoff, известного и весьма популярном кругу строителей умного дома, не в последнюю очередь благодаря своему Zigbee USB Stick CC2652P. Но наш герой относится к другой категории устройств, это управляемая по Wi-Fi цветная LED лампочка под стандартный патрон E27. Такой светильник, кроме своего прямого назначения, может использоваться еще и как атмосферная подсветка, либо даже как индикатор каких-то событий. Давайте обо всем по порядку. Тип устройства RGB LED лампочка. Модель Sonoff B05BA60. Интерфейс Wi-Fi. Крепление стандартный патрон E27. Цветовая температура от 2700 до 6500 градусов Кельвина. Световой поток до 806 люмен, примерно как 65-70 Ватт лампа накаливания. Индекс цветопередачи не менее 80. Размер 60 на 118 мм. Поставляется лампочка в обычной картонной коробке, на гранях которой указаны основные возможности и параметры, а также QR-код, ссылка на приложение Evalink для удаленного управления, при этом поддерживается Android и iOS. Внутри коробки есть небольшой вкладыш, инструкция для первичной установки и настройки, а сама лампочка установлена в картонный держатель. Традиционно для Sonoff инструкция на нескольких языках, включая русский, тут только самая поверхностная информация. Вот герой обзора в сравнении с более традиционными лампочками, энергосберегающей на 15 Ватт и накаливания на 60 Ватт. При первом включении лампочка Sonoff переходит в режим сопряжения, равномерно дыша светом. Для повторного сброса в него нужно три раза по одной секунде включить и выключить питание. Для второго способа подключения режима совместимости нужно переключить питание пять раз, после чего лампочка начинает мигать намного быстрее. Родное приложение управления Evalink. Нажимаем на плюсик добавить устройство, выбираем быстрое сопряжение и переводим смартфон на 2.4 ГГц Wi-Fi. Если с этим способом возникают проблемы, то пятикратным переключением переводим в режим совместимости. В нем необходимо самостоятельно найти и подключиться к точке доступа, которую создаст лампочка, используя пароль 12345678. После этого лампочка подключается к сети и нам останется только назвать ее и указать в какой из комнат она находится. После подключения лампочка появится в устройствах, выбрав ее мы попадаем на экран управления, который по умолчанию включается в режиме белого света, где есть возможность регулировки яркости и цветовой температуры. Также в настройках можно поменять имя устройства, подключить один из трех голосовых помощников Amazon Alexa, Google Home или SmartPink, изменить расположение в доме в виртуальных комнатах или создать группу подобных устройств для удобства управления. Полезной будет функция поделиться устройством, чтобы к примеру ребенок в детской сам мог управлять включением и выключением лампочки. Поделиться можно с другим аккаунтом Evalink либо прямо через WhatsApp. При этом на второе устройство придет уведомление и оно появится в списке доступных устройств в приложении Evalink со всеми настройками, включая уже созданное расписание включения и выключения. Теперь вернемся на главный экран управления умной лампочкой. По умолчанию устанавливается режим обычного белого света, с возможностью управлять яркостью и цветовой температурой с помощью ползунков. А нажав на иконку прямо посередине экрана, можно включить выключить лампочку. Нажав на иконку расписания, можно задать периоды включения или выключения лампочки, отметив при необходимости дни недели. Эта опция может создать эффект присутствия, когда дома никого нет длительное время. Нажав на иконку таймер, можно задать таймер включения или выключения лампочки через определенное время от 1 минуты до 23 часов 59 минут. Таймеров, как и расписание можно добавить несколько. Следующий режим работы лампочки сценарий, которых в вашем распоряжении имеется аж 8 штук. Причем добавлять или удалять их нельзя, но можно изменить нажав на крошечную иконку карандаша в правом верхнем углу. В сценарии можно изменить цвет свечения, яркость ползунком, тип изменения и его скорость. Статичный режим понятное дело светит одним цветом постоянно, постепенно плавно загорается и плавно затухает. И мигание настоящий режим дискотеки или тревоги, осторожно, может вызвать эпилептический приступ. И наконец режим работы лампочки цвет. Лампочка цветит выбранным вами цветом и яркостью, но сама процедура выбора цвета тут не самая удобная. Режим белого цвета. Как видите лампа вполне функциональна в качестве рабочего светильника для белого цвета. Радует отсутствие мерцаний, в том числе при изменении яркости. Управляется без видимых задержек, но как я и сказал, выбор цвета тут реализован не самым удобным образом. Предустановленный сценарий. Режим ручного управления сценариями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Аккаунт Evalink поддерживается в Google Home. Достаточно один раз подключить его и все совместимые подключаемые устройства будут автоматически появляться тут. Находить их можно по названиям, которые изначально соответствуют тем, что в родном приложении. Управление полностью дублируется. Яркость, цветовая температура белого режима и цвета. Для голосового управления есть смысл поменять имя устройства на более произносимое. Вот базовый перечень команд для голосового управления в Google Assistant. На момент выхода этого видео, на умных колонках и панелях поддерживается только английский. Русский язык поддерживается на планшетах, смартфонах и телевизорах. На мой взгляд оптимальным вариантом для работы с устройствами Sonoff в Home Assistant является интеграция от Alex IT Sonoff LAN, работающая и по локальной сети через облако. Репозиторий входит в число штатных интеграций Hacks, причем находится в самом верху списка из-за своей популярности. Список устройств подтягивается прямо из вашего облачного аккаунта. Никаких действий для добавления лампочки я не предпринимал, она залетела автоматически. При этом она продолжает работать и в родном приложении. В системе лампочка видна как стандартная сущность Light. Тут есть базовые сценарии свечения, как в приложении. Эффект White это режим белого свечения с изменяемой цветовой температурой. Все штатные сервисы домена Light по установке яркости и цветовой температуры тут будут работать. А это переключение в цветной режим работы. Базовая функциональность сохранена полностью, плюс безграничные возможности, которые дает home assistant. За свою стоимость лампочка действительно получилась интересной, ее вполне можно использовать для обычного освещения, как источник белого света с изменяемой цветовой температурой и при этом иметь возможность переключиться в режим атмосферной подсветки или даже цветовой индикации того или иного события. Гаджет легко интегрируется в home assistant без необходимости каких либо переделок и без потери функциональности в основном приложении. Управление по Wi-Fi я не отношу ни к плюсам, ни к минусам. Лично мне бы конечно хотелось чтобы тут был Zigbee, но тут есть аргументы как за, так и против, поэтому этот факт воспринимаем как данность. А вот к реальным минусам относится отсутствие режима памяти и состояния при восстановлении питания. Точнее не так, устройство помнит последний установленный режим света, но не помнит было оно включено или нет. Если был сбой электроэнергии, то лампочка включится. Но это можно отслеживать при помощи автоматизации и отключать ее, если она перешла из состояния недоступна в состояние включено. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно оформить подписку на сервисе Patreon. Кроме YouTube канала, я веду еще Telegram канал, в котором публикую новости и ссылки на товары умного дома. Все ссылки на ресурсы упомянутые в видео, а также мои проекты посвященные умному дому, Telegram канал, каталог устройств, форум вы найдете в описании под видео. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok